добрый вечер друзья честно говоря даже не знаю с чего начать проблема в следующем это недавно я приготовил ризотто и так как видео снималось два дня то в первом не я упомянул что я добавил кубик маги то есть как таковой присутствовал у меня на столе но потом одна из моих подписчиц сказала мне что это не очень хорошо и я на следующий день сварил нормальный бульон овощной и рыбный ризотто можно было готовить и с тем и с тем но я предпочтение отдал все-таки овощному так как я его заявил и в общем в итоге вышла большая суматоха масса критики и я принципе у меня сразу же возник концепт большое вам спасибо за эту критику то есть если вы мне не критикуете то мне нечему учиться если ничего учиться то мне нечего вам показывать и значит я решил концепт у меня следующие я для начала просто пробегу спасал сам какие готовятся как делаются как правильно как неправильно то есть я буду предлагать две альтернативы как правильно делать и как можно сделать а вы будете решать для себя сами хотите вы этого или нет есть у вас на это время или нет у меня со временем дома например очень напряженная дома бываю редко я в основном бываю на работе поэтому сегодня я приготовлю томатный соус в двух вариантах один быстрый и один как положено а вы сами для себя решите какой он больше подойдет приступим так обратите внимание значит я в этот раз купил две баночки две баночки с магазина айди значит одна баночка здесь помидорки порезанный кубиком собственном соку другая помидоры очищены целые тоже в собственном соку разница у них между собой один цен какой из какой не знаю уже я просто не помню но это не суть важно общий вес каждой общий вес содержимого каждой банки 400 грамм но есть еще и такой вариант который продается в пакетах тетра пак здесь 500 грамм и цена такая же только здесь уже полностью про пилированные помидоры но по большому счету нам без разницы мы все равно будем томатный соус пилировать поэтому не стоит отдавать более большие деньги за меньшее количество когда вы можете взять то есть пол литра это не не так много но деньги будут те же самые смотрите сами это решать вам что вы будете делать значит что у меня общего между двумя этими соусами значит с левой стороны у меня соус который нужно готовить как положено с правой как можно приготовить посередине посередине у меня те продукты которые у них общие пройдемся по тому как как правильно готовить значит у меня помидоры не чуть-чуть важно так они ставят или помидоры помидоры на это количество я возьму буквально один листик лаврового листа немножко росмарина чуть-чуть кимьяна и пол зубочка чеснока так 20 грамм моркови 25 грамм лука репчатого и 25 грамм корень сельдерея и томатная паста для приготовления томатного соуса мне понадобится сахар мне понадобится кукурузный крахмал крахмал я скажу вам для чего понадобится в принципе соус получится густой но имейте ввиду если вы мало ли будете делать меню то есть каждому клиенту или каждому гостю отдельно но на вилке наворачивают красиво выкладывать на тарелке и потом сверху поливает соусом чтобы этот соус держался его обязательно нужно загустить иначе вся густота останется сверху а жидкость она как вода то есть как как губка получится она вся спустится вниз и растечется у вас таким легким розовым водяным пятном это будет очень некрасиво имейте это ввиду так оливковое масло черный перец соль и я добавляю ну это может быть лично я добавляю и немного моя рана простой вариант помидоры пол зубочка чеснока лавровый листочек и немного прованских трав все остальное у нас общее ну начну я спросу варианта помидоры перекладываю в отдельную емкость немного сахару сразу чеснок прованские травы немного оливкового масла перец и соль и все это правило погружным блендером в кастрюльку не забываем лавровый листочек кастрюльку и начинаем варить так томатный соус по всем правилам немного оливкового масла сразу овощи сюда добавляем томатную пасту грамм 20 и слегка обжариваем можно сразу сюда добавить лавровый лист росмарин и тиньян чеснок не добавляем чеснок пока стоит ждет своего часа так добавляем немного белого вина да не потушится добавлю теперь немного кипятка накрою крышкой и сварю до овощи до мягкого состояния пассерованные помидоры я пока не добавляю они готовятся очень быстро накрываю крышку убавляю температуру на двоечку из девяти возможных на двоечку и пускай на меня потихонечку кипит прошло буквально 7 минут мой томатный соус на простой основе уже кипит он уже готов я его загущаю добавляю температуру на шестерочку дам ему покипеть пол зубочка чеснока сейчас самое время его добавить и и немного майорана пробую на вкус капельку сахара чтобы сгладить кислоту немного соли черного перца сейчас наступил очень хороший момент чтобы показать вам все время рассказывая как-то руки до этого не доходили значит сейчас на данный момент у меня томатный соус немного густой нужно вынуть лавровый лист сейчас нам не понадобится его позже обратно верну значит я немного перелил сейчас кукурузного крахмала и чтобы мне соус был не такой густой я структуру крахмала просто разобью по грузным блендером не буду делать импульсом чтобы у меня опять он полностью не стал жидким все этого будет достаточно возвращая его на плиту отправляю лавровый листик и даю ему еще минут пять-семь максимум покипеть все он уже готов так обратите внимание соус у меня готов он у меня не густой не жидкий у него очень хорошая консистенция которая на спагетти фетучини кондучини на всех будет прекрасно держаться не расплываясь с этого соуса я все мои травушки муравушки все вы вынул все до одного овощи у меня примерно томились 20 минут они уже почти мягкий им нужно еще совсем немного я томаты почищенные переклад сюда посолил поперчил посохорил и теперь дам им еще провариться накрою кружки что все это было довольно быстро то есть мне сейчас для этой процедуры понадобится 5 минут да никто не заметил и никто мне не подсказал не крикнул что я зубочек чеснока которые принадлежит должен быть отправиться в эту кастрюльку я нечаянно отправил туда потому что я оперировал и потом еще через все чеснокодав добавил вторую половинку ну от этого вкус практически не поменяется там буквально немножечко совсем чуть-чуть но тем не менее ну такой бывает на работе кричишь туда кто взял у меня то-то и то-то побега открой глаза вон и нуте на столе стоит ну типа как-то так так соус мы закипел я пока температуру убавлю прокручиваю его положим блендером добавляю чеснок добавляю майоран добавляю кукурузный крахмал проварю буквально 5 минут чтобы выварить привкус крахмала и протру соус через сито самое время попробовать его на вкус на соль перец сахар соус был такой более гладкий добавлю еще немного оливкового масла дам ему повариться пять минут прошло пять минут соус мой готов протру его через сито можно протереть его вот так постукивая ну или кто боится что обрызгается или вот так смотрим на консистенцию можно немного сделать его пожиже вот таких два разных соуса друзья у меня получились один из них 10 минутным 2 полчасовой по цвету я отдаю предпочтение 10 10 минутному по вкусу и качеству я все-таки конечно отдает предпочтение получасовому все зависит от того насколько у вас есть свободного времени чтобы что-то для себя приготовить если времени нет то этот соус принципе как альтернатива вполне рабочий вполне подходящий если у вас есть время нужные продукты то этот соус конечно нужно отдать ему предпочтение если вам понравилось мое видео делитесь друзьями пишите мне комментарии не понравилось не делитесь с друзьями но тем не менее пишите комментарии я буду просто знать над чем не работать я ошибки свои стараюсь исправлять если таковые возникают просто бывает часто так что своих ошибок просто не замечаешь человеку со стороны это намного виднее насколько хорошо или насколько плохо я делаю свою работу на этом все до новых встреч